Правда, есть тема, на которой удобно отрабатывать шестибитные сандалы. Основные моменты. Ну, для девочки она не должна останавливаться на одном месте, не должна знать, что вот сейчас это будет шестибитная фигура, и пора останавливаться возле партнера. А я все-таки иду до предела, до того предела, насколько партнер пускает. Если он идет за мной, я продолжаю двигаться. То есть мне это не мешает, я не останавливаюсь сама. При этом в базовой версии партнер должен как можно больше стоять на месте. То есть у партнерши есть лыжня, по которой она за мной в сторону. Я как рогатка растягиваюсь вдоль этой лыжни, пропускаю, возвращаюсь. Растягиваю, пропускаю, возвращаюсь. Минимум перевещений. Это позволит паре выглядеть лучше и вам активнее использовать босс для зацепления. С другой стороны, партнерша не должна пытаться сверху уйти из пары. То есть она не должна позволять нижней части выскакивать. Потому что тогда на рок-степ очень неудобно идти. Все, что вы можете сделать, это просто подождать и сделать шаг вперед, если такое произошло. Да, давайте. То есть мой рап-степ превращается просто в шаг вперед, потому что мне дальше некуда растягиваться назад. Да, это должно работать не только в конце трипл-степа, но и в начале следующей фигуры, когда партнер может резко дать импульс, и вы должны в цельной конструкции полететь и бедрами, и плечом. Это очень важно для того, чтобы не произошло вот так вот так. Теперь, трипл-степа в открытой позиции. Вообще, трипл-степ, независимо от того, что они вроде как на месте, но это попытка уйти друг от друга. Особенно у партнерши. То есть, если бы меня не было, если бы я партнерша отпустил, второй трипл-степ у нее был с продвижением. Но, так как я ее держу, два, два, щу, тебя. Ну, трипл-степ будет так. Так, с точки зрения переноса веса такой же, как если бы она двигалась. Просто я не даю ей двигаться. То есть, нужно избегать параллельного трипл-степа, когда вес на обоих ногах. То есть, вот этот вот трипл-степ, второй, ну и конец первого, когда мы пытаемся уйти друг от друга, он очень важен для наращивания нашего контакта, так как в предыдущем упражнении. Это является ключевым моментом для того, чтобы танец будет в целью. То есть, у нас в середине фигуры вроде как ничего-ничего-ничего, здесь опять нарастание натяжения-натяжения-натяжения за счет уходящих друг от друга трипл-степов. После чего идет финальная заклойка, когда партнер делает форвард степ или еще что-нибудь, и партнер залетит как из рога. Все, это основные базовые принципы для этого типа фаста. Продолжим в настоящем занятии. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ